Во Владимирской области началась реализация бонусной программы капитального ремонта домов. В нее вошли объекты с наиболее высоким уровнем собираемости взносов. Работы на них начнутся раньше графика, уже летом этого года. Дома, у которых уровень собираемости за календарный год более 95%, есть и 100% и выше, составлена бонусная программа. В нее вошли 41 дом. Власть решила поддержать и тех граждан, которые платят за капитальный ремонт не по 6,5 рублей с квадратного метра. Минимальный взнос на эти цели в 33 регионе. А выходит с инициативы платить больше, чтобы ускорить сроки ремонта. Вот в этом доме в поселке Садовый Суддальского района крыша протекает уже 20 лет. В доме 60 квартир, в которых живет 150 человек. Особенно страдают жильцы верхних этажей. Ну, делают ремонт, пока только делают. Как ушли, так все. И опять втекло. Зимой еще больше, чем летом. Чем летом снег тает. И все. Осенью прошлого года жители рассчитали стоимость капитального ремонта кровли. Приняли решение собирать по 12 рублей за квадратный метр и обратились в фонд капремонта. Посмотрели все квартиры пятого этажа. Посмотрели состояние технической кровли. Значит, заключение такое, естественно, оно нуждается в капитальном ремонте. Поэтому мы предполагаем в 2016 году выполнить эти работы. Всего в 2016 году в регионе в программу капитального ремонта включено 550 домов. Еще 74 объекта сдадут по плану прошлого года, до 1 июля. Дополнительно в рамках программы в домах жителей области заменят 81 лифт. В регионе продолжается работа и по переселению людей из аварийного жилья. Строящийся дом в поселке Новый уже этим летом переедут 12 жителей Суздали. Не отказалась область и от программы энергосбережения. За два года в рамках программы построено и модернизировано 33 котельные. Одна из них находится в Суздале. Эта небольшая блочно-модульная котельная снабжает горячей водой и теплом 26 жилых домов и 41 административное здание в центре города. В 2015 году была смонтирована перемычка между старыми и новыми сетями. И в настоящий момент весь город Суздаль не получает ни одного часа перебоя по горячему водоснабжению при отключении регламентных работах на центральной котельной на улице Промышленной. В рамках программы энергосбережения в Суздале, как и в целом по области, ведется работа по установке энергосберегающих светильников. Как сообщил Сергей Сахаров, за два года в Суздале установили порядка 400 светильников, что позволяет экономить около 500 тысяч рублей ежегодно. Татьяна Гордеева, Виталий Сергеев, Губерния 33.